и нет приветствую тебя я чайной четверг и соответственно наша с тобой совместная встреча те кто следит за разумеется а метан контент будет знать что мы разбираем технику и фундамент смотрим на рынок с разных сторон но разные стороны это не значит то что абсолютно противоположной точки зрения мне вот как раз наш совместный анализ показывает что синергия может быть и фундамент и техника действительно при наверное качественном и правильном подходе может выдавать одни и те же сигналы указывать на одни и те же тенденции которые мы друзья вам рекомендуем подсвечиваем как возможности то есть что все это вы использовали и конечно же улучшали результаты вашей торговой деятельности активность мы с денисом конечно же до конца всего знать не можем но все-таки надеемся что будучи ближе к рынку у нас есть шансы спрогнозировать какие-то тенденции и безусловно в этих тенденциях нужно твориться их нужно придерживаться и рассчитывать на то что они в конечном счете на ну как минимум среднесрочные дистанции принесут должный результат ну что сегодня у нас если говорить о повестке экономического календаря заседание опек сегодня в принципе если не против можем рассмотреть рынок нефти что с ним происходит особенностью счет на такого фундамента сегодня еще блок статистики по штатам в 15-30 по мотковскому времени лишние доходы сша лишние расходы еще для четверга квартирный отчет первичные заявки на пособие по безработице все это друзья часть общей картины общего экономического состояния американской экономики и сейчас когда все прогнозируют ты в прямом смысле все прогнозируют рецессию сша конечно же чем больше вот этих отчетов тем больше у вас и у нас шансов понять адекватны ли эти ожидания и действительно американская экономика вот ползет постепенно вот в эту рецессию экономический спад который может произойти хотя многие считают что американский фондовый рынок это лучший индикатор того что происходит в экономике если мы сейчас посмотрим на и сын пи который валится сегодня с открытия торговой сессии не только сегодня по моему же 5 день подряд я соглашусь с теми кто уже начинает немножко с опаской смотреть на то что будет сша дальше учитывая агрессивные темпы повышение ставки педрезерва ну да ладно сегодня из отчетов точнее из инструментов которые можно было разобрать давай посмотрим евро доллар можно посмотреть золото и нефть вот как мы с собой решили но евро доллар понятно если мы рассматриваем евро доллар принципе можно сказать что рассматриваем и индекс американской валюты потому что инструменты коррелируют между собой демонстрация экрана у меня сейчас как раз открыто евро против доллара я прошлый раз тоже когда мы касались с тобой темы главного валютного риска обозначали что очень уязвим инструмент и скорее всего пойдет вниз потому что скорее всего пойдет вверх а индекс американской валюты действительно индекс доллара сейчас 104 80 в одном шаге от 105 пунктов и фактически точно будет обновлять вот эти многолетние за десятилетия даже а и потому что такой фон сейчас который с одной стороны повышает интерес к доллару потому что фид резерв не тормозит с повышением ставки а с другой стороны все смотрят на доллар как на защитный актив и за вот это вот угрозы мировой рецессии европейская валюты каждый раз когда индекс доллара прибавляет евро теряет стоимости 1 0 4 42 сейчас котировки очень важная поддержка 1 0 360 до последний месяц на чуть больше дважды все-таки не давала продавцам пройти ниже но я думаю что рано или поздно уровень сломается и почему бы не предположить что это произойдет прямо сейчас когда будет 3 повторный тест данной отметки тем более что мы так близко к этому уровню евро сдувается потому что всем уже очевидно что европейская экономика уже оказалась в стакфляции то есть экономический спад на фоне инфляции португальской синтри вот этот экономический форум который завершился вчера многое ждали от и cb что возможно будут комментарии об агрессивной борьбе с инфляцией более высокими процентными ставками но и cb все-таки решил не торопиться и лишь озвучил планы по постепенному наращиванию и увеличению ставки там в районе ну если скажем по прогнозу до конца года то в лучшем случае я думаю она будет поднята до на целых пяти десятых процентов и в целом все сейчас пересматривают прогнозы экономического роста кто-то уже даже отрицательные значения видят я согласен с тем что покажется все плохо индексы производства на всех трансфер услуг все хуже и хуже показатели многомесячные минимумы бизнес оптимизм айфо зью тоже практически рекордные показатели по минимальным настроениям бизнес среды у потребителей такие же нижайшие ожидания того что будет дальше таких условиях зачем покупать евро когда все что имеет отношение к риску сейчас инвесторам не нравится и они как бы особняком держится от этого еще одна отсылка на американский фондовый рынок я рекомендую шартить собственно как и раньше только в этот раз быть более уверенными в том что уровень 1 0 360 все-таки пойдет и возможно пара евро доллар мы конечно же с тобой будем актуализировать на последующих эфирах это но возможно сейчас как раз и зарождается вот это нисходящее ралли который приведет пару евро доллар в район паритета золото по золото у меня не однозначный взгляд я золото осматриваю с точки зрения покупок причем уже очень давно хотя понимаю что сейчас золото очень трудно расти когда повышается индекс доллара когда доходность американских облигаций держится выше трех процентов но вот эта вялость развития событий по доллару в последние дни или даже недели и боковик вот таком довольно пусть и размашистом формате но на днем он прям особенно виден активные покупки со стороны покупателей которые периодически возникают вот это вот все заставляет меня предположить что все таки мы можем увидеть значение повыше тем более что в любой момент участники рынка которые выбирают а что если не что если не риск какие защитные активы должны тогда быть в арсенале вот тех которые сейчас нужно покупать и согласитесь друзья что когда речь заходит о смутных экономических временах той же самой рецессии то помимо доллара всегда и и облигации всплывает золото как защитный актив и вот эту форточку скажем так я еще оставляю для золота и очень надеюсь на то что этот актив могут выкупить ну в прямом смысле с любых уровней и в данном случае длинную позицию оставляю приоритете кому интересно вот по мере приближения к поддержке 1800 долларов за тройского унса вот по сути диапазон 1815 1800 можно попробовать рассмотреть чтобы через отложку buy limit залезть в золото с топами в районе 1790 и попытать удачу в расчете на отскок и дальнейшее восстановление а что касается рынка нефти здесь исключительно обычно смотрю в отношении этого инструмента учитывая что вчера мы увидели по бренду 116 долларов за баррель сейчас чуть скорректировались ограничение предложения которым нужно говорить из-за эквадора и заливе это актуальный фон без россии то мы допускали что мировое предложение может снизиться больше чем на 3 миллиона сейчас в совокупности из-за социальных протестов из-за блокировки работы многих транспортных узлов логистических там цепей портов месторождений объем добычи в ливии и эквадоре вместе тоже просел дополнительно на 1 миллион баррелей также последняя инициатива которая обсуждалась и я думаю что его фактически могут принять это установление лимитов точнее уровня цен максимально в котором могут и может покупаться российская нефть я думаю что в отношении газа тоже такая же политика странами большой семерки но мне кажется очень недальновидное решение потому что в конечном счете весь этот объем может быть отправлен в азию и индию и соответственно на рынке появится еще больше дефицит предложений потому что не объединенные арабские эмираты не саудовская аравия не обладает достаточным свободными мощностями чтобы покрыть выпадающий объем российских поставок и что-то грядет интересное рынке нет я думаю что это что-то еще более выраженный дефицит предложения который может править цены еще выше поэтому здесь лонг остается как основная идея ждем 120-125 денис слово тебе хорошо экранчик мы видим значит сегодня я с тобой пожалуй соглашусь на 70 процентов потом объясню но это главное больше половины это уже хорошо потом объясню почему именно на 70 касательно евро здесь я вообще на все 100 процентов разделяет его мнение и жду также продажи причем самое обидное что я продажу изначально ждала вот от этой зоны мы по моему прошлый раз еще когда анализировали здесь зонка это уже была отскок от нее сделали ждал перекрытие перекрытие мы получили думаю так все замечательно сюда поставил лимитку на 1 0 570 думаю так хорошо сейчас мы туда корректируемся и оттуда уже будет у меня очень классно там зазор более 200 пунктов падения думаю замечательно естественно коррекция нет не досталось сделали добой ниже промежуточную сформировали зону продавцов причем это совмещено такая она очень сильная зона продавцов которая также сюда попадает еще и до поп всего контракта то есть сейчас у нас если взять момент ралловера перетекания объемов с предыдущего контракта июньского на текущий сентябрьский то примерно три недели у нас есть таких вот прям хороших объемов про торговок и если их все вместе загруппировать получается у нас вот такой торчащий хороший объем попадает четко внутрь текущей зоны продавцов поэтому я решил вот прям на ее внутреннюю часть поставить лимит но честно не знаю зацепит ли потому что последнее время это просто ну самая распространенная тактика как вот здесь было тоже флэтид 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 потом резко выстреливает и без откатов движется ну да бывает такое общем лимитом жду приоритет у меня точно так тоже как и было ранее то есть падение район там 103 причем я целюсь вплоть до 102 30 примерно даже туда и здесь периодическими откатами коррекциями потому что еще поддержки будут дополнительные но в целом зазор для падения есть а про паритет пока не загадываем может будет ну может нет это заранее мы знать этого естественно не можем но не исключаю абсолютно этого не исключаю в общем движение вниз у меня приоритетно по поводу по поводу золота так меня слышно сейчас по поводу золота значит здесь ситуация такова что как ты правильно сказал то есть какой-нибудь направленности по золота вообще нету то есть критические коррекции мы видим они делаются но здесь что меня ну скажем немножко настораживает с позиции покупок дело в том что по фьючам были вблиты крупные блочные сделки на продажу это было сделано еще на прошлой неделе то есть это и 23 июня было это было и 21 июня также и эту область блочных продаж до сих пор удерживать сохраняется вчера попытка была цены очень сильно протолкнулся вверх естественно это ничем не уменьшалась почему говорю естественно потому что если там чуть-чуть глубже глянуть на более младший тайм это вплоть до даже получасового то вверху просто вот залиты был крупный очень объем в районе 1831 32 года то есть это как раз классический такой продающий причем агрессивно продающий намного агрессивнее чем это было сделано ранее поэтому я решил что это тот самый случай как который можно использовать для дальнейших продаж поэтому золото я все-таки склоняюсь к варианту что у нас будут продажи я целюсь именно вот там где-то я звучал стоп вот там вот я целюсь на тейп в район 1790 даже при неблагоприятном лично для меня исходе в виде там кого-то серьезного роста все равно уже ничем не рискую но глядя на саму структуру я не вижу откуда здесь покупать то есть для того чтобы были какие-то серьезные покупки нужно чтобы цена перекрыла вот сегмент показывая свою агрессивность с точки зрения покупателя здесь пока что покупателей сильных я не вижу то есть любые подскоки цены которые делались они очень быстро распродавались то есть реакция гораздо сильнее здесь проходит с точки зрения продаж я видел твой треугольник начерчено у тебя вот в таком виде его нижняя граница я очень не люблю честно треугольники это самая слабая структура именно графическая всех которые появляются потому что легким движением графика любой треугольник превращается просто в канал вот я думаю что здесь именно этот канал и сделать потому что в целом я целюсь вообще на здесь у нас есть очень хороший путь спред который находится вплоть до 1750 то есть путь спред здесь реально реально очень мощный вот причем заливки даже еще от него делались ниже в районе вплоть до 1680 не факт конечно что туда дойдем но 1750 могут попробовать а 1790 я считаю с очень большой вероятностью все таки возьмут поэтому я бы советовал очень осторожно быть здесь покупками по золоту потому что реально могут могут не пойти так что вот этот момент единственный который с которым я пожалуй сегодня не соглашусь по евро у нас все здесь четко без вариантов по золоту у меня точно так же синергично вниз тем более как ты уже говорил по поводу защитных активов я лично считаю что не столько защитные активы сейчас переходят сколько просто выходит в нау причем на уход много остальные свои позиции просто хеджируют опционами поэтому при таких комбинациях а сейчас кстати очень много хедж опционами можно видеть и по валютам и по товарняку поэтому я думаю золото в данном случае особо и не нужно будет то есть с точки зрения защиты оно скорее уже потом вот когда более привлекательно уже для покупки то есть когда цена уже ниже пройдет и будет выгоднее купить как это например было раньше помнишь только как долго коррекция формировалась и потом только пошли на перехайд то же самое думаю здесь будет то есть длительная нудная такая коррекция а потом уже пойдут на перехайд потому что позиция долгосрока я соглашусь с движением где-то 200 примерно туда в общем на перехайд но это долгосрок а исполняться может очень долго нефть по нефти я за лонговый тоже продолжение лонгового сценария предыдущие покупки у меня уже все закрыты были на уровне 111 потому что здесь уже начиналась зона турбулентности неизвестно было то есть насколько далеко пойдут но вчера вот прям на самом-самом пике начали заливаться вот спредовые конструкции и здесь я думаю что как раз до серединки этого спреда мы дойдем это в район где-то 105-107 хотя я даже склоняюсь к вариант что к 105 цена все-таки попытается добить и потом движение вверх я пока далеко не загадываю потому что движется все равно вот зигзагообразными движениями и в целом я думаю что где-то в район 116-117 цена все-таки добить может тем более сама по себе точка пока это конструкция на убыток для покупателей но точка безупыточности начинается в районе 106 и вот здесь как раз очень надо быть осторожным потому что ниже уже маржиналка ниже уже крупные заливки по опционам формируется на месячных контрактах и вы перед такой комбинацией где-то 105-106 я бы сказал очень такой сильный диапазон это как раз четко туда попадает маржиналка то есть нечто подобное было у нас до этого сделано абсолютно та та же самая структура была вот она только большего размера по пять тысяч была конструкция за лето и здесь вот крупные объемы опционные потом уже появились объемы на часовом графике на часовом тайме точнее по фьючам и дали хорошую откупу поэтому здесь я жду примерно аналогичный сценарий поэтому нефть лонговая да но не стекущих а после более глубокой коррекции спасибо денис за твой обзор детальник всегда за оценку именно технических возможностей в общем как и было обещано обрисовали с двух сторон друзья возможности есть небольшие расхождения но в целом наверное это тоже нормально потому что рынок фундамента и рынок техники тоже не всегда как же коррелирует но мы всегда торгуем вероятность надо об этом не забывать конечно потому что многие от нас ждут что если мы покажем вверх то сразу все должно улететь вверх или вниз то значит сразу вниз то есть многие забывают про коррекции зигзагообразное движение по то что рынок может неделями стоять вообще в узком диапазоне когда там по валютам было например почти весь июнь поэтому всегда торгуем вероятность и самое главное это строго ограничить свои риски и конечно же чем выше соотношение прибыли риск тем тем лучше да но согласен по поводу контроля рисков да и в целом всего что сказал но единственное что хочу добавить что чем подвижнее активнее рынки а сейчас они именно такие тем нам и интереснее потому что все таки мы по большей части без плохого контекста слова спекулянты которые за этими собственно движениями охотятся на финансовых рынках мы с ним продолжим держать руку на пульсе и разумеется на следующей встрече вернемся к этим активам я думаю важно потому что они сейчас самые интересные вообще на рынках и с учетом обновленного новостного фона еще раз актуализируем наши сделки идея и попробуем снова взглянуть уже с учетом нового фундамента на то что с этими активами может произойти и дальше поэтому денис тебе классного закрытия недели хороших выходных ну и разумеется точно такие же пожелания всем тем кто следит за нашим совместным контентом спасибо тебе пока спасибо тебе тоже взаимно и отличных выходных заранее спасибо пока пока